Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня поговорим с вами о перспективах развития Ростовской области. В каждом регионе России есть свои конкурентные преимущества, свои плюсы, есть и свои проблемные точки. Вот мы разговаривали сейчас с Василием Юрьевичем, здесь вроде климат шикарный, а в то же время уже пару лет подряд уже засуха, и в области сельского хозяйства возникают определённые сложности, требующие нашего особого внимания, но об этом поговорим. Кстати говоря, здесь присутствует много моих коллег из правительства, руководителей министерств, ведомств. Хотел сказать, вот, между прочим, но тем не менее, о другом регионе, в котором сейчас испытывают тоже большие сложности, это Дальний Восток. Там у нас большая группа руководителей министерств, ведомств работала, председатель правительства держит ситуацию под контролем, сейчас сформирует ещё одну группу, мы с ним сегодня договорились. И мы встретимся в одном из пострадавших регионов, затем все участники совещания разъедутся по пострадавшим регионам, и потом в регионе же встретимся ещё раз для подведения итогов. Почему? Потому что, если до сих пор главной нашей задачей было там минимизировать последствия тяжёлых климатических изменений, которые там происходят, минимизировать ущерб для людей, избежать человеческих жертв, Сейчас, несмотря на то, что в некоторых регионах ещё остаётся ситуация сложной, всё-таки она меняется, меняется на больших территориях к лучшему, нам нужно будет переходить ко второй, к следующей фазе работы, нужно будет оценить весь ущерб и наметить план конкретных действий регионов и федерального центра для того, чтобы восстановить утраченную инфраструктуру и помочь людям восстановить домохозяйство. Вот этим и займёмся на следующей неделе прямо в самом регионе. Что касается Ростова, то считаю, что это крайне важно нам поговорить не только о Ростове, но и продолжить, потом в будущем продолжим такие совещания по развитию отдельных регионов России. Как я уже сказал, здесь, в Ростовской области, есть и свои очевидные плюсы конкурентные, есть и сложности, но к плюсам, безусловно, относятся диверсифицированная экономика, мощный промышленный, аграрный и транспортный комплекс. Достаточно сказать, что в регионе выпускается более половины всех российских магистральных электровозов и зерноуборочных комбайнов. Активно развивается пищевая отрасль. Отмечу и то, что область полностью газифицирована и энергодостаточно. Производство электроэнергии год от года растёт, а после ввода третьего и четвёртого блоков Ростовской АЭС энергообеспеченность региона станет ещё больше. Область уверенно занимает место в тройке лидеров по сбору зерновых. Вот несмотря на сложности климатического характера, всё-таки в этом году собрано условия не лучше, а может быть даже в чём-то похуже, чем в прошлом году, а в этом году будет собрано по прогнозам больше даже зерновых, чем в прошлом году. Но это результат, конечно, эффективной работы ростовского руководства, ростовских властей и, прежде всего, конечно, тех людей, которые работают в сельском хозяйстве. Вместе с тем, хотел бы отметить, что вот эти положительные, объективные вещи, факторы, они, к сожалению, не так заметно сказываются на благополучии, благосостоянии и на качестве жизни людей, как это ни печально. Почему? Из чего я делаю такой вывод? Потому что за первое полугодие этого года уровень среднемесячной заработной платы пониже среднероссийского складывается, а уровень безработицы почему-то выше. И это, конечно, вещи, которые… Это цифры, они говорят сами за себя, и нужно посмотреть, почему так происходит, далеко от благополучной и демографической ситуации. Я посмотрел сейчас, мне губернатор с гордостью докладывал достижения, они, безусловно, есть, это так. Но мы с вами, когда собираемся на такие встречи, мы должны говорить, прежде всего, о проблемах и понять, откуда они берутся, в чём их причина. Ну, так вот, в этой связи что хотел бы отметить? Вот губернатор мне показывал, и там смотрю на одном из стендов, средняя продолжительность жизни в регионе больше, чем среднероссийская, вместе с тем и самая высокая в округе, в южном округе, естественная убыль населения. Вот почему так происходит. Кстати, обращаю внимание на то, что даже небольшой миграционный приток эту естественную убыль не компенсирует. Среди актуальных проблем отмечу ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Значительная часть коммунальных сетей изношена, высок уровень неплатежей, в том числе и от управляющих компаний. Очевидно, что ключ к решению этих и многих других проблем – это дальнейший рост экономики региона, создание качественных рабочих мест, формирование условий для стабильного развития всех основных отраслей. В комплексе это должно помочь области восстановить статус социально-экономического лидера Юга России. У Ростовской области для этого есть все возможности. В этой связи назову несколько ключевых направлений. Первое – это задача качественного развития аграрного потенциала. Необходимо внедрять новые технологии и инновации для производства продовольствия, создавать современные предприятия по переработке продукции на уровне мировых стандартов. Вот так, как это делают некоторые производители. Вот, например, Владимир Шалович, я уже помню его успехи по птицеводству. Сейчас они от Индюшатины перешли уже к производству мяса утки, причём новейший комплекс. Сколько общей инвестиций у вас получилось? Общая инвестиция в Индейку почти 6,5 миллиардов, в УТКУ 7 миллиардов. Но создано рабочих мест 5 тысяч. Через два года 10 тысяч человек будет работать в компании. Вот это, конечно, совершенно очевидно, что это пример достойной, эффективной работы. Я вас поздравляю и желаю успехов. Надеюсь, что руководство области, так как это было до сих пор, будет оказывать поддержку и будет сопровождать административно такие проекты в будущем. Уже сегодня область стала одним из лидеров производства, я уже сказал, мяса индейки. И надеюсь, что ваше новое предприятие будет также развиваться успешно. Крайне важно, что внедрение современных технологий повышает экспортный потенциал региона. И для создания высокотехнологичных предприятий нужно выходить на эффективные схемы партнёрства федеральных и региональных финансовых институтов, активнее привлекать частных инвесторов. Хотел бы… Ну вот, сейчас говорили по… Сейчас мне Дмитрий Александрович показал, и мы присутствовали при открытии практически нового производства в Таган-Дроге металлургического предприятия. Фактически это новое предприятие. Это не просто модернизация, это новое предприятие. И это второй хороший пример уже работы области не только в области сельского хозяйства, но и в промышленности. У вас, Дмитрий Александрович, сколько у вас там инвестиций получилось? 32 миллиарда, да? 32 миллиарда весь комплекс, а вот электросталипоильное отделение – 8 миллиардов. 32 миллиарда рублей – это почти миллиард евро. Это очень приличные деньги. Все они реализованы за достаточно короткий срок. Я уже имел возможность поздравить всех, кто реализовал этот проект с успехом. Надеюсь, что эти крепкие традиции Юга России будут сохраняться и развиваться. Я знаю, что в Ростовской области сформирована комплексная система поддержки бизнеса, включая малый бизнес. Действуют программы, обеспечивающие доступ к финансовым ресурсам и имуществу. Оказываются необходимы информационные, консультативные, образовательные услуги для тех, кто решил открыть или расширить своё дело. Очевидно, что нужно активнее применять лучшие практики развития предпринимательства, которые реализуются в других регионах, прежде всего в развитии сельхозпроизводства, перерабатывающей пищевой промышленности. Вместе с тем, люди, которые работают в этой области, обращают внимание и на сохраняющиеся бюрократические препятствия, на высокий размер процентных ставок по кредитам. Остаются проблемы с подключением к инженерной инфраструктуре. Надо разорваться и в том, почему инвесторы и наши, и зарубежные вкладывают достаточно большие деньги за границей, хотя имеют возможность это сделать здесь. Вот некоторые коллеги делают, присутствующие здесь, а вот, не знаю, есть ли здесь те, которые не присутствуют, но вкладывают достаточно большие ресурсы за границей. В том числе я с удивлением обнаружил, что достаточно серьёзную инвестицию осуществили в последнее время в Греции. Греция – хорошая страна, близкая нам духовно, но мы знаем, какие там проблемы экономические, финансовые в целом. Тем не менее, если инвестор выбирает такую страну, проблемную явно страну для своих инвестиций и предпочитает её, скажем, на Ростовской области, возникает вопрос, почему, чего здесь-то не хватает. Может быть, корень проблем в том, что предприниматели называют частной сменой правил игры? Давайте вот об этом тоже поговорим. Далее. Безусловным приоритетом остаётся модернизация транспортного комплекса. Мы с Василием Юрьевичем говорили об этом сегодня много. Речь идёт о реконструкции автомагистрали, морских и речных портов области, а также возможного строительства международного аэропорта в Ростовской области, здесь недалеко от Ростова. Нужно повысить пропускную способность всей транспортной системы, обновить саму инфраструктуру, сформировать оптимальные транспортные развязки и сетки. Ростовская область играет ключевую роль не только в межрегиональной кооперации на юге России. Это наши ворота в страны Черноморского и Прикаспийского регионов. И модернизация транспортной инфраструктуры – это непременные условия оживления деловой активности, стимулирование туризма и всего комплекса гуманитарных связей. Одним из ключевых региональных проектов стало строительство мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» общей стоимостью более 20 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем всячески поддерживать планы области по расширению работы порта. Знаю о планах выхода на 20 миллионов тонн, по-моему, в ближайшее время. Думаю, что это тоже вполне реально. Нужно посмотреть, что нужно для этого сделать. Но, конечно, прежде всего нужно развивать подводную инфраструктуру, железнодорожную и автомобильную. Четвёртое – это улучшение ситуации, я уже об этом говорил, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, что в области, как и в других регионах страны, предстоит ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года. Фонд ЖКХ сейчас помогает расселить порядка 94 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, который имеется в области. На эти цели им выделено, фондам выделено 3,1 миллиарда рублей. При этом сфинансирование из регионального бюджета составит 1,3, это 30%. И прошу всех соблюдать установленные сроки работы, окончательно решить эту задачу до 1 сентября 2017 года, так как это было поставлено в качестве задачи в известном майском указе прошлого года. Ещё один принципиальный момент. На заседании Госсовета России 31 мая этого года мы договорились принять меры для того, чтобы не допустить роста задолженности в сфере ЖКХ, а до 1 декабря 2013 года ликвидировать её полностью. Понимаю, что эта задача непростая, но откладывать её решение в долгий ящик тоже нецелесообразно и даже вредно, опасно. Уверен, Василий Юрьевич обозначит и другие проблемы, стоящие перед областью. Мы сейчас с ним имели возможность на короткие это обсудить. Давайте посмотрим, что сделано и что нужно сделать в самое ближайшее время и на среднесрочную перспективу. Продолжение следует...